еще раз всем привет конечно сегодня погодка не так что прям вау но все-таки доброе утро день меня зовут Гальдинер Денис и я сегодня хочу с вами поговорить на тему тестирования конкуренсии у нас есть небольшая предыстория вы с друзьями объединились написали интересный проектик и в нем есть довольно необычная конкуренсия то есть вы что-то интересное придумали для себя и даже покрыли это тестами вдруг приходит новая идея вы внедряете и тесты проходят программа работает некорректно падает паники вылетают и как же так могло получиться то ну и давайте в общем-то с этим разберемся во первых проблема может быть самими тестами с тем как они написаны с тем как они выполняются и также это может быть проблема связанная с архитектурой поскольку тесты они не могут рассматриваться в отрыве от архитектуры которую они покрывают много ограничений будет создано непосредственно ею давайте со всем этом потихонечку разберемся по архитектуре я предлагаю рассмотреть следующие пункты это синхронизация ошибки зависимости single responsibility и энкапсуляция начнем мы с синхронизации вот у нас есть такая вот небольшая программка в ней есть параллелизм то есть мы вызываем в грутинке метод validate передаем туда какой-то параметр однако в этом случае у нас совершенно никакой синхронизации нет мы единственное что делаем это в главной грутине просто спим для тех пор чтобы грутинки успели что-то вывести вот на самом деле если мы попробуем покрыть нечто подобное тестами то мы столкнемся с проблемой что у нас нет точки в которой мы можем проверить что ожидали что получили да мы можем покрыть тестом непосредственно функцию validate но если это будет не маленький пример а большой то соответственно проблемы могут возникнуть чисто из-за того что у нас нет этих точек синхронизации поэтому этот вариант архитектуры не очень подходит для того чтобы было удобно тестить дальнейшем также есть вот такой подход как наверняка вы все знаете что каналы это фича языка go и не во всех и других языках она есть там обходятся при помощи например mutex мы можем создать защищенную структуру данных в этом случае у нас например слайс и она же определяет для себя метод который имеет защищен написать этот слайс также у нас есть по-прежнему метод валидейт который просто проверяет если параметр у нас это строка баг то в этом случае мы выдаем какую-то ошибку и вроде как у нас тут даже есть некая работа защищенными данными синхронизация какая-то есть между рутинками но мы сталкиваемся с проблемой что если мы захотим замокать эти данные то вот это вот обязанность закрыть с помощью mutex защитить имплементировать все эти вещи она ложится на клиентский код на моки и так далее что опять таки затрудняет нам тестирование и может привести к проблемам связаны все что в одной из имплементаций мы забудем реализовать от mutex и будем писать не в ту структуру и так далее поэтому такой подход тоже может привести к проблемам при тестировании отсюда я бы предложил сформулировать следующие правила используйте точки синхронизации пусть ваш код как разделяется на параллельное выполнение так и объединяется с помощью паттерна fan in fan out например это не единственный вариант как они могут синхронизироваться старайтесь не коммуницировать при помощи шаринга памяти используйте для этого каналы вот эти простые правила помогут вам в этом в этом случае избежать каких-то дополнительных сложностей отдельным моментом хочу рассмотреть ошибки вот у нас есть примерчик небольшой ничего особенного в нем нету мы просто мы уже здесь синхронизируемся у нас есть взаимодействие через канал это все замечательно и даже ошибка у нас собирается из нескольких частей то есть он наполняется контекстом постепенно у нас получится вот такая вот ошибочка мы вроде как понимаем что пошло не так однако в общем примере когда мы будем работать с большими объемами данных у нас в структурах может например быть несколько идишников может у нас там не быть идишников и в этом случае нам довольно сложно будет понять с какими именно данными в каких именно гарантинах у нас пошло что-то не так поэтому очень рекомендую для случаев когда мы работаем многопоточном режиме с данными добавляет для них идишники чтобы можно было в дальнейшем очень легко эти ошибки обрабатывать анализировать собирать каким-то образом и совместно логировать и так далее также при необходимости есть возможность создать кастомные рар-тайпы с ними надо быть аккуратными поскольку они налагают дополнительные дополнительную обязанность снова следить за тем как эти тайпы переводятся один к другому как они проверяются на нил как они врапаются потому что если вы например завра пойти их с помощью каких-то функций стандартных у вас соответственно будет просто ошибка дальше передано поэтому надо быть с ними аккуратно но они могут также помочь при больше при наполнении больше количества информации ваших ошибок также могут быть дополнительные коды используем для этого чтобы дать понятие из какого модуля какие гурутины там с какими данными и так далее отдельная история это терминающий механизм в идеале конечно это это сложный механизм если его писать как надо но если его написать полностью то он может сильно усложнить вашу программу но при этом он сделает нам много прозрачной работы с самими ошибками то есть ошибки будут наиболее корректно обрабатываться я думаю все вы сталкивались с большими глубокими зависимостями и даже когда вот такие вот зависимости бывают на другие пакеты и когда мы их видим конечно в тестах немного пугаемся хочу уточнить что речь идет о том что эти зависимости нас пугают когда мы хотим протестировать непосредственно конкуренции когда мы работаем с бизнес логикой это абсолютно естественный подход потому что в этом мы не можем никак избежать таких зависимостей нам нужно данные как-то симулировать а вот для конкуренции нам бы хотелось от этого уйти поэтому по-хорошему нам бы хотелось работать с интерфейсами в тестах для конкуренции да собственно работать с интерфейсами и так мы плавно переходим к тому что мы видим что у нас явно есть две зоны ответственности конкуренции это бизнес логика и это конкуренции тут есть самый маленький пример и единственная его суть это просто показать что мы внутри какой-то имплементации конкуренции синхронизации мы реализуем какую-то бизнес логику опять-таки такой подход может привести к тому что в дальнейшем при изменении бизнес логики у нас может перестать работать конкуренции и наоборот при проблемах с конкуренции может нарушаться бизнес логика соответственно мы должны разделять эти две вещи то есть у нас есть необходимость изолировать эти два понятия настолько насколько это только возможно это делается с помощью методов функции с помощью разделения на пакеты мы можем выделить отдельно пакет конкуренции который будет работать через интерфейсы с абстрактными сущностями бизнес-логики таким образом отдельной имплементации и отсюда следует что у нас будут отдельно покрываться они тесты то есть для тестов конкуренции мы соответственно используем блоки используем интерфейсы и не надо нам строить большие зависимости и мы избегаем огромного количества тонкостей нюансов связанных с бизнес-логикой а при тестировании бизнес-логики нам совершенно не важно будет ли этот код выполняться параллельно или нет также важно упомянуть что если мы разделили на разные пакеты если мы выделили отдельно конкуренции то нам нужно ее и защите с помощью инкапсуляции если мы посмотрим то здесь у нас является экспортируемыми переменные нашего канала и бейтгруппы это может быть чревато тем что извне пакета мы не можем гарантировать что кто-нибудь своим клиентском коде не захочет закрыть наш канал когда мы этого не ожидаем или же попробует добавить что-нибудь в бейтгруппу что приведет к дедлоку и мы будем вечно висеть в ожидании поэтому обязательно нужно закрывать с помощью инкапсуляции делать не экспортируемыми все примитивы которые вы используете для синхронизации также желательно использовать закрыта api то есть методы которые реализуют саму конкуренции взаимодействия синхронизации и так далее они тоже должны быть не экспортируем мы предоставляем только методы для работы с синхронизацией и соответственно тоже хранить в разных пакетах для того чтобы наша инкапсуляция работала потому что она закрывает в рамках пакета вот мы наконец-то дошли до непосредственно самих тестов что же можно сказать о них все вы знаете что есть юнит-тесты есть интеграционные тесты однако и у тех и у других есть свои плюсы и недостатки юнит-тесты они хорошо подходят для того чтобы протестировать много разных тест-кейсов поскольку их становится сравнительно небольшое количество для одной функции и можно протестировать действительно все возможные сценарии однако они бесполезны когда у нас тестируется взаимодействие разных функциональностей интеграционные хороши тем что мы можем протестировать всего от начала до конца но при этом мы не можем протестировать действительно все все варианты все сценарии именно потому что это огромное количество данных которое надо изначально просимулировать. Я предлагаю тут рассматривать еще один вид тестов. Это чисто моя классификация, я их назову тесты синхронизационных точек. Когда мы запускаем Concurrency, у нас есть точки синхронизации, то есть мы можем проверить до начала параллельного выполнения, после окончания параллельного выполнения результат собрать и сверить с ожидаемым. Таким образом, это что-то среднее между юнитестами, поскольку у нас уже не так много надо данных мокать. Мы тестируем исключительно один блок логический и, с другой стороны, это уже не интеграционное, но при этом мы тестируем взаимодействие. При этом есть еще один маленький нюанс. Когда мы говорим о том, что мы написали какую-то Concurrency API, то мы предоставляем некие гарантии того, что при использовании тех или иных методов у клиента не должно возникать дополнительных проблем, связанных непосредственно с вашей API. Это означает, что либо все ваши методы, которые вы экспортируете, должны быть ThreadSafe, а это означает, что они должны быть покрыты тестами, которые будут тестировать их в Concurrent Mode, либо же у них должна быть документация, где большими-большими буквами написано, что данные методы не являются ThreadSafe и их надо вызывать из синхронного кода. Конечно, документация эта будет прочитана, скорее всего, после совершения ошибки, но тем не менее вы хотя бы дадите шанс клиенту узнать о том, что у вас не полностью реализована конкуренции в вашем пакете. Кроме того, что можно запускать код Concurrent, также можно запускать и тесты Concurrent Mode. Например, по умолчанию в Go разные пакеты уже тестируются параллельно, то есть тесты внутри идут последовательно, а пакеты между собой независимы. Однако можно также с помощью запуска вот такой вот команды сказать, что мы хотим и внутри одного пакета тоже выполнять тесты параллельно. Вот только этого недостаточно. Надо еще в тест отдельно указать, что этот конкретно тест можно будет запустить параллельно с помощью вот вызова метода Parallel. И тогда ваш тест будет выполняться независимо от других тестов параллельно. Когда мы говорим о том, что мы собираемся запускать тесты таким образом параллельно, нам нужно обязательно проверить некий список список опасностей. Во-первых, это настройки. Те вещи, которые мы обычно привыкли настраивать один раз при старте программы. Поскольку мы запускаем тесты параллельно, то у нас, соответственно, есть вероятность того, что тесты переиспользуют настройки уже законфигурированные для какого-то другого теста. Такие как, например, end-переменные или же глобальные конфиги. Естественно, init-функции они тоже будут вызываться только единожды для вашего теста, а все те, которые идут параллельно, они будут переиспользовать уже инициализированные вещи. Поэтому на эти вещи, на эти моменты надо обязательно обращать внимание. Есть они у вас, нет. И если есть, тогда контролировать, чтобы с ними была корректная работа. Также есть еще SYNC ONCE. Как вы знаете, он выполняется единожды. Дальше мы получаем этот инстанс. И, соответственно, здесь тоже нужно обязательно обращать внимание на то, есть он у нас, нету, и контролировать эту штуку. Если мы пишем тесты для конкуренции кода, то у нас возникает несколько видов ситуации, которые бы мы хотели просимулировать. Помимо того, что мы вызываем какие-то методы. Такие как, например, блокировки. В блокировке мы можем использовать, конечно, каналы. Теоретически, не каналы, прошу прощения, мы можем использовать функции, но не надо. Потому что, не функции, циклы, прошу прощения, циклы. Не надо использовать циклы для этого, потому что циклы тратят ваше процессорное время. А каналы блокируются и не требуют дополнительных вложений с точки зрения процессора. Таким образом, если вы хотите заблокировать, просимулировать заблокирование, блокирование крутины, то вы просто пытаетесь вычислить каналы, в которые никто не пишет. Таким образом, вы блокируетесь в безопасности для процессора. Взаимообмен данными тоже реализуется через каналы и датафиды. Когда мы говорили о том, что мы можем написать API и о том, что мы бы хотели работать с интерфейсами, это подразумевает, что у нас есть некоторые методы, которые мы вызываем уже в concurrency. Например, метод execute. И когда мы хотим протестировать разные ситуации, например, поведение бизнес-логики, там, вылетела какая-то ошибка или заблокировался навсегда какое-нибудь там вычисление или еще что-нибудь. Мы можем это сделать просто при помощи разных имплементаций. То есть мы имплементируем интерфейс для теста. Один всегда возвращает ошибку, другой всегда блокируется, третий всегда выполняется успешно. И из них мы можем легко собрать комбинации и передавать эти комбинации в очередь на выполнение. Так, например, мы можем протестировать, что будет, если у нас, например, будет сто задач, из них три будут возвращать ошибки, а какая-нибудь одна заблокируется. Или же наоборот, если все будут возвращать ошибки, либо все будут удачно. Отдельно хочу поговорить насчет метода run у пакета testing. Этот метод позволяет внутри запущенного теста запустить другой тест. Для чего это может понадобиться? К примеру, у вас есть довольно прожорливые по своей сущности процессы поднятия базы, наполнения какими-то тестовыми данными, какие-нибудь конфиги тяжелые, еще что-нибудь, то есть какие-то инициализационные процессы, к примеру. И вы бы не хотели это повторять каждый раз для каждого теста. В этом случае можно это сделать один раз в своем тесте, потом в дальнейшем вы вызываете параллельно тыран, точнее вызываете тыран, а вы уже этот тест выполняете параллельно. И получается, что у вас запускается одновременно несколько тестов на одних и тех же тестовых данных. Единственное, что тут надо учитывать, что вы работаете с одними и теми же, собственно, данными. То есть, если вы будете где-то их менять, то будьте готовы к тому, что ваши тесты будут вести себя неожиданным образом. Это надо учитывать, но возможность такая есть. Также есть необходимость обрабатывать критические ситуации. Например, наш код иногда паникует. Работа с паниками вообще довольно хулеварная тема, но лично я стараюсь придерживаться такого подхода, что обычно паника это непредвиденная ситуация. Непредвиденная ситуация может быть, если вы, например, работаете либо с непроверенным пакетом, который теоретически может паниковать, вы в нем не уверены на сто процентов. Или же, если вы работаете с такими пакетами, как Unsave, Reflection, которые потенциально могут возникать паники в них. В этом случае вы точно знаете, где вы с ними работаете. И вот на самом низком уровне, где вы работаете, где вызываете методы от этих непроверенных либо опасных пакетов, вам нужно превращать их в ошибки. Вы должны ожидать этого. Если вы будете их превращать в ошибки с помощью defer, то в этом случае вы дальше будете с ними взаимодействовать, как с обычными ошибками. И в тестах вам не придется извращаться и тоже пытаться рекаверить паники. У вас будет это как ожидаемая ситуация, как обычная ошибка. Что, соответственно, упрощает вам опять-таки жизнь. Единственное, что если возникает паника уже в тесте, даже с тем, что вы рекаверили в основном коде, значит, скорее всего, у вас действительно появилась непредвиденная ситуация. Ее стоит, соответственно, тоже похендлить, рекаверить и превратить в нормальную ошибку, работать с ошибкой. Races в нашем коде можно находить с помощью флага Races и Deadlock с помощью Deadlock детектора. Есть также еще такое понятие, как LiveLock. Если у вас есть довольно сложный граф выполнения программы, например, какие-нибудь рекурсии, код, который функции будут вызываться внутри вызова других функций, то есть какие-то сложные деревья выполнения с циклами, то в этом случае теоретически есть вероятность того, что где-нибудь будет вечный цикл, вечная рекурсия или еще что-нибудь вроде того. Для обработки таких ситуаций обязательно следует использовать тайм-ауты на уровне своей программы еще. И тайм-ауты должны быть сконфигурированы на все приложения, соответственно, в тестах у вас тоже эти переменные с настройками будут, и у вас будут обрабатываться просто как обычные ошибки тайм-аутов, что опять-таки вам упростит в жизни. Не будет такого, что у вас залип-тест, потому что при определенных обстоятельствах вдруг у вас получился лайфлок. Это основные вещи, которые я бы хотел сегодня обсудить. Спасибо за внимание и прошу вопросы, если есть. Алло, алло, ребят, меня слышно? Да, слышно. Вопросов нет? Может, мы просто можем немного поговорить на эту тему? У кого-то интересные были случаи, кто сталкивался с проблемами, связанными с тестированием конкуренции? Приходилось, может, писать что-нибудь подобное? У меня небольшой вопросик есть. Как, есть ли возможность имплементировать фазинг в этом тестировании? Фазинг? Хороший вопрос. Не знаю, думаю, что для этого следует просто отдельно запускать фаз. Фазинг, фазинг, фазинг. Затрудняюсь сказать. Вот конкретно с фазингом не знаю, как взаимодействовать. То есть не было еще возможности проверить, наверное, да? Ну, я не сталкивался, да, мне не приходилось. Я когда изначально с этой темой столкнулся, я писал как раз конкуренции пакет небольшой, и мне необходимо было это все добро покрыть тестами. Для моей конкретной ситуации мне было достаточно тех тестов, которые я сам непосредственно продумывал, потому что он был сравнительно небольшой. И у меня была возможность все это дело в ручном режиме просмотреть. Поэтому нет. Насчет фазинга, к сожалению, не могу ответить. Я еще могу вкинуть один випадок. У нас в одном разу закешувались результаты тестов, который час в час упадал. Тут такой нюанс, чтобы выключать кешувание. Ну, тоже, да, согласен, хорошее. А как его выключить? Ну, в смысле, у тебя на уровне тестов? На уровне тестов, да? Да, да, да. Нет, там есть параметры специальные. Какой-то рано считаться, ты просто можешь выключить кешувание. Я понял, да. Очень полезный кейс. Спасибо. Спасибо. Спасибо.